Как же мало на самом деле тех, с кем можно пережить зиму, и как много тех, кто приходит в нашу жизнь лишь для весёлого лета. Пробежать босиком по манящей летней росе легко и приятно, потому что лето – это расцвет, яркие мечты, юное тело, большие возможности. Беззаботность, отсутствие соднящих ран, сладкий вкус любого блюда жизни и силы, 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 бесконечные силы своротить горы. Когда ты в лете, тебя легко любить, и тебе легко, потому что все прекрасны, необременительны, здоровы по всем линиям и изгибам. А вот в зиме ты другой. Тебя может сковать намертво, и твоя жизнь может покрыться тяжёлой ледяной коркой. Ты можешь быть нещадно измордован тем, что, как говорят, даётся для опыта. Только ну его этот опыт, в котором по тебе проехались танком и раскатали под асфальт. Что тебе с ним делать? Куда применить? Кому рассказать о том, что ты стал великим получателем дерьмового опыта, орден которого лучше никому не показывать? И чаще всего ты оказываешься один в своей зиме, потому что летние люди боятся зимних. Их вздувает напрочь первым студённым ветром. Их отталкивает твоя надломленность. Их пугает твоя тишина и твоя потребность именно в ней. И они бегут. Бегут даже те, что и сами трачены зимой, но боятся её и думают, что если пристроиться к тем, кто ещё полон лета, то и им перепадёт утренние росы юности. И пусть бегут. Значит, так им надо. Потому что в занесённой снегом избушке судьбы остаются лишь те, что на «ты» с зимой остаются самые верные. Неподолгу остаются по способности любить человека в его зиме и не стесняться показать ему своё. Я никогда не любила лето, потому что всех бесценных людей своей жизни встретила в зиме. Их зиме. И собственной тоже. И я точно знаю, что невидевшим зимы или страшащимся её никогда не пережить тех морозов, на которые она способна.